Итак, опороз закончился, поросятки у нас немного появилось, правда, фупервакта, плюс порода мясная, ну, как бы я считаю, что... Короче, для того, чтобы получить более качественный препод, надо использовать мясные породы свинок, из-за этого недостаток мясных пород это ее малоплодие. Ну, пять поросяток, не рекордсмен, конечно, но, в принципе, пойдет. Пойдет на то, чтобы, если в какой раз повторится такое, я ее забракую, короче. Ну, в принципе, хороша тем, что никаких проблем не создалось, сама всех прилива, ну, грубо говоря, поросилась без нюансов, проколол я их с уэссероном, и все нормально. Не, окситоцином, проколол я их окситоцином, и все, пруды прошли нормально. Подстилка теплая, смотрю, пробую сейчас. В принципе, поросятки чувствуют себя очень комфортно. На улице по ночам у нас минусовая температура, но ее это нисколько их не беспокоит. Они вам нормально себя чувствуют. Мама кормит, кушает. Сейчас маму загоним, посмотрим. О, мама пришла. Чего? Чего? Проверяют, никто не обидел? Хорошая, хорошая, стиль. Никто их не трогал, не обижал. Завтра колоть будем. Мамочка у нас, видите, какая. А-ля бекон, соответственно, от нее поросят поболее получить проблематичнее. Но зато поросята будут такие, на продажу будет хорошо, удобно их продать. Ну и плюс, кто купит, я думаю, будет довольный. Потому что у нас как мама, так и папа были беконные. Генофон должен быть тот, что надо. Видите, вышла, она погуляла чуть-чуть, выпустили. С соседкой разборкачка. Малыши услышали маму, довольные, успокоились. Можешь рыться. Да, рыться ей не надо, кушать пришла. Сейчас как раз кушать давали. Выпустили. У нас сегодня второй день после опороса. Или третий уже был. Третий день. Сегодня надо было поколоть. Ну, поколем завтра с утра. Сегодня у нас пятница. Нимо времени с работы, пока то все уже нужно говорить. Ничего страшного. Уколем их завтра. А не все равно опоросилась она ночью, ближе к 12. Так, что нормально будет, трое суток будет завтра. Поросятки большие, будем колоть им сразу по 5 кубиков. Ну, а что это? Эй, эй, куда, куда? Ты че? Чуть не завалилась. Смотрите, сейчас мы ее повалим. Давай лежать. Лежать, малышня кушать хочет. Не, в плане кормежки, она их нормально кормит. Смотри, вон время нормально. Молоко есть везде. Да, они кушают у нас хорошо, да? Да. Кушают. Кабаня, да? Поросятик. Цеперватка, бойка, дорожались. У некоторых синяки были на жопах. То ли придавила, то ли при родах. Всяк такой. Остадила все. Нормально. Свинка такая, с виду небольшая. Ну, килограмм 120 мне сейчас есть. Я думаю, даже, наверное, чуть больше. Они вот тяжелые, капец. Нет, а то похоже, да, нет. Ну, первый опорос так пойдет. Пиратка. Поведение у нее очень хорошее. Спокойное. Не выделывается как-то. Погрызло, зараза. Тихо занимается. Поросята. Ну, кстати, это все. Эти нюансы, они могут проявиться и после пятого опороса. На, смотрите. Вот так на синоматку оставлять характер должен быть более-менее покладистый, да, а не склочный. Не так, что в клетку зашел, а она тебя уже за ногу тянет где-то в угол, да грызто. Таких лучше сразу выбраковывать. Выпускаешь, нужно сказать, птиховать. Хотя рыжику. Вредная, всегда вредничая. Рыжик. Да, 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 да. Нравится им, когда их чухают за пузо. Хорошая. Хорошая свинка. Мама на доте. Маша на помощь. Да. Сажимашка. Ну, ничего. Все, уходим, не будем им мешать. Завтра у них тяжелый день. Будут они все поколоты у нас, как ежики в тумане. Вот, смотри, столб остался на камеру. Может, надо ходить сходить. Ну, чего ты. Немногочисленный, зато крупный преплод. А ты, ты свинки. Ничего страшного. Второй раз. Если второй раз будет столько же, ты пойдешь на мясо, Юки. Три белых и два. Ну, видишь, хрячок был такой. Хотя, она вот чисто белая, вот окрас. Да. Но она была, она была именно мясная, бекон. Я даже не знаю, что там намешано. Но конкретно бекон, ну, по ней видно. Задняя часть такая большая. Прям здоровенный кусок мяса. И эти тоже поражались. Вот по конституции, смотрю, будут хорошие поросятки. В принципе, если бы была у нас какая-нибудь сальная порода, мы бы сальную скрещивали, было бы по 15-20 поросят. Но, опять же, продаж такого. Его вырастят. А оно вырастет. Круглая фигня. Сейчас никто не хочет салью брать. Я не знаю, что это будет. Раньше, я помню, сало забирали лучше, чем мясо. Мясо, да, разбиралось сразу. А сейчас что-то все такие стали европейцами. Гей-европейцами. И сало им не надо, мясо подавали. По мне так, сало с прослойкой нормально. А у этой вообще сала нисколько не будет. Это кусок мяса сплошного. Ну, так и есть. Ржешь. Ну, видишь, одни ухи только пойдут. На закуску, да? Я шучу. О, будет хорошая свинка. Поросятки уже такие ходят уверенно. Уже она их не предает. Самый такой опасный, это первый-второй дед. Вот там она может их случайно придавить. Что-то зачудить. Видите, как хорошо подстилка есть. Она раз-раз порывала. А сейчас бы не было подстилки. Она бы в бетоне дырку вырыла. Я вам гарантированно, без проблем бы точно так же с такой легкостью и бетон рвала бы здесь ходила. На раз. А, на раз. О-о-о. Смотри, место, место. Сейчас она будет ложиться. Сейчас она готовит себе подушку. Ты же раздавишь его. Полет, блин, отличный такой. Живые? Иди. Да ничего ему не пухло. Давай, уваживайся. По поводу переворачивать подстилку. Ну, вот так вот она ее сама переворачивает прекрасно. О-о, ашу-ня, ашу-ня. Все, кушать подано. Мне там рассказывал Айболитша. На глубокой подстилке поросят они не могут нормально встать, упереться ножками. Нормально все упираются. Вот, смотрите, сейчас. Кстати, такое кормление подловить надо еще. А тут сама легла прямо на камеру. Звездаю ту мою. Ну, давай, показывай. Как настоящей мамочки кормить спиногрызов. Сорои не отапливаются, кстати. А всегда тепло. Вот я в тапочках зашел сюда. Ну, во-первых, что нету ни нас, она как бы ни нас, она не воняет нисколько. Но при этом еще и тепло. Два в одну. Подстилка, видите, вот я перед опоросом ей свежих опил, присыпался, перекопал. И теперь ей хватит там. Нормально. Говорит, выцелуют маму. Смотрите. Спасибо, мама, вам за то, что вы нас родовые. Да твои, твои. Мне тупо откидыши, не переживай. В соседнем этом загоне через стенку сидит Селинка. Она уже давно поросилась. Поросятки ее уже припроданы. Стесняется. Ну, давай дальше, давай. Машка, есть ты давай. Где ты есть, ты хотела? Сейчас. Смотри. Сейчас ляжет. Блин, уже не это самое. Ну, очухалась, обезлик, пожалуйста. Сильно так не жалует никого. Давай, мамка, пирожки хоть что-нибудь. Попробуй. Ты будешь к ним, сейчас уйдем поклонник. Завтра с утра придешь на поклонник. Там еще есть? На них хватит. Пошел. Ну что, стену же? Посвети. Что? 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 Да нет, на нее гуляй. Что? Ты хоть... Фехерная. Не, ну, седает все. Ну, вот как перестанешь жрать, тогда будем гулять. Укорим ее. У меня там есть. Вон один за сиську уже ухватил. Ха, пацан. Стесняется. Места, конечно, не очень много. Для переватки нормально, но уже второй раз. Будет ей так... Трошки. Ты что за воздержание? Я не пойму. Не будет. Давай, корми. Не хочет. А они зато хотят. Слышь, девовая легла. Легла и все. Подержи перед камерой. Угу. А? Ладно, будем закругляться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего доброго. Аминь. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»! Аминь. Спасибо.